Девочка-пай 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 Манит, манит, манит карусель! Ну что ж, друзья, девятая студия начинается и такая же, знаете, карусель, которая манит каждый вечер вас включить в 17.00, свои кнопочки телевизоров и посмотреть хорошую программу в прямом эфире. Да, девятая студия она называется, ее ведущая сегодня и в целом практически всегда, Алена Милина! И Максим Кропотов. Да, друзья, будем общаться в группе Девятка ТВ Киров, заходите туда, ищите пост с прямой трансляцией и под этим постом с прямой трансляцией отвечайте на вопрос нашего вечера, это раз, чуть позже назовем, что же это за вопрос, объявим его. Также передавайте привет и поздравления, кого-то куда-то зовите, не знаю, признавайтесь в любви. И это можно сделать не только в группе Девятка ТВ Киров ВКонтакте, но и позвонив по номеру 351404. Все эти же действия только здесь, прямо в прямом эфире. Вы нам звоните, отвечаете на вопрос нашего вечера и получаете подарки. Ну, я уже забежал слишком далеко. Мне тоже так кажется. Да, давай сначала про вопрос, потом про подарки. Итак, друзья, сегодня 28 июня, отмечается день карусельной лошадки. Это вот та самая, на которую садишься и по кругу, и по кругу. Максим обычно вот с таким лицом ездит на ней. Хорошо, что его не пускают туда. А у нас где-то есть вообще? Конечно. Кирове? Конечно. Есть? Да. Я хочу. Но у нас сегодня вопрос, друзья, не связанный с Максимом, он связан как раз с каруселью, с отракуровкой. Друзья, на каком аттракционе вы бы хотели прокатиться? Возможно, это аттракцион вашей мечты. Он где-то находится в каком-то классном парке развлечений. Может быть, вы хотите придумать этот аттракцион. А может быть, вы когда-то уже были на нем, он вам очень нравится, и вы хотите еще, еще, еще. Как в мультике «Приключения Бонифация», да? Все верно. Каникулы Бонифация. Все верно. Ну что ж, и за вашу активность, за ваши комментарии кто-то сегодня еще и подарки получит. Да. Объявите, пожалуйста, Аленушка. Сегодня подарки музыкальные. Вот мы старались, друзья, подобрать для вас. Во-первых, вы можете поиграть в игру «Угадай мелодия» и отправиться туда. Между прочим, уже совсем скоро состоятся игры, поэтому один такой сертификат для вас. А также, друзья, кто-то осуществит свою мечту. Ну, и вот есть такой сертификат, вы можете, собственно говоря, так написано, на воплощение мечты. И вы можете, друзья, попробовать себя в школе гитары. Вот так. Если вдруг у кого-то есть такое желание, может быть, своих детей куда-то нужно пристроить, то вот самое время. Вот именно поэтому так все. Дети, вы пристроены, мы с папой гулять. Ну, а что, будущая рок-звезда, может быть? И ребенок там полет шмеля начал учить играть. Кто знает. Ну, что ж, друзья, вы пишите нам, звоните нам, мы с вами общаемся. И, конечно же, будем классно проводить этот вечер среды. Ну, а прямо сейчас, друзья, для того, чтобы, знаете, заморить червячка этим вечером, потому что хочется же что-то перекусить. В ожидании, так сказать, приятного вот этого вот сбора за столом, вы прямо сейчас можете приготовить уже брускетту. Привет, друзья, с вами Юлия Липунова и полезные сладости. Сегодня мы будем готовить не очень сладкое, точнее, совсем не сладкое. Будем делать брускетту из грибов и фасоли. Сейчас все расскажу. Нам потребуется отварная красная фасоль, у меня консервированная, можно сделать самим. Грибы, шампиньоны, можно любые грибы, грецкий орех и специи чеснок и красный перчик. Начнем с того, что пожарим грибы. Жарим на оливковом масле. Добавим к грибам чеснок, порубим его на дольки. Грибы пожарились, остается все пробить в блендере. Складываю в блендеры грибы, фасоль, грецкий орех и перец. Масса готова. Сейчас нужно выложить ее в тарелку и можно намазывать на хлеб. Украсьте микрозеленью и помидоркой. И красным перчиком. Брускетты из грибов и фасоли готовы. Как видите, мы сделали ее очень быстро. Я надеюсь, что рецепт вам понравится и вы его повторите дома. А я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего вечера и приятного аппетита. ПОДПИШИСЬ! 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 что мы вам каждый вечер показываем. Ну что ж, друзья, пока Максим утирает свои слезы, мы прямо сейчас встречаем у нас на онлайн-связи Ефима Зинченко. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, дорогие зрители. Как дела, как настроение у вас? Какие планы? Ну, слушай, у меня все замечательно, все прекрасно. Планы грандиозные, я бы сказал. Ну, это не может не радовать. С чем пришел? Ну, пришел в первую очередь с удовольствием, а во-вторых, пришел с игрой. О, это мы любим. Играть мы любим. Вот это и есть грандиозные планы. Что мы сегодня будем делать? Побеждать нейросети или что-то еще? Нет, сегодня без нейросетей. Сегодня я пришел к вам с тремя интересными товарами с маркетплейсов. А вы должны будете угадать по фотографии, что это за товар. Это мы любим. Итак, ну что, до нас станет битва. Давайте, кто? Став, ваша ставка. О, все понятно. Кто проиграет. Ну, смотри, Ефим недавно в этой игре, да, поэтому... Ну-ка, давайте-ка думать. Что же это такое? Ну что, давай, жду предложения. Это специальные такие вот шприцы для выдавливания. Какой-то массы вкусный. Какой-то слишком огромный шприц, ты так не думаешь? А что огромный? Нет, это точно не шприц. Они знают, что эти кондитерские различные, там, не знаю, творожные, вот эти вот заливки. Да, или из яблока вот сердцевину доставать. Нет, это не то. Или из арбуза. Сердцевину доставать? Ну, не сердцевину, а просто так в арбуз втыкается. Нет, ну, учитывая ее размеры, она точно не для арбуза. Как это маловато, чтобы из арбуза сердцевину достать. Ну, смотри, во-первых, она куда-то втыкается. Это раз. Куда-то наверняка втыкается. Да, во что-то, во что можно воткнуть. Всяко не в дерево, да, и не в стену. Вот. Во-вторых, она, он держит ее как шприц, поэтому вот эта красная штука едет назад, а головка вот так скрывается и что-то захватывает. Вы правы? Ну, да, слушайте, Максим описал полностью механику действий этого предмета. Осталось понять. Осталось понять, для чего это. Что оно захватывает? Косточки достает? Нет. Сыр? Нет. Нарезает. Это что-то для приготовления, ну, что-то связанное с едой. Что-то связанное с едой определенно, но нет для приготовления. С фруктами, овощами или чем-то другим? Да, да. Думаю вот в этом направлении. Где-то с фруктами или с овощами. Ну, попки она обрезает. Есть еще что-то, кроме фруктов и овощей. Нарезает красиво. Что-то есть, погоди, кроме фруктов и овощей. Есть ягоды, просто выдавливает из ягод косточки. Косточки, визвишни. Нет. С черешни. Обратите, ребят, обратите внимание на этот предмет, на ее окрас. Так клубника что? Ну, так вот. Из клубники, косточки. Не косточки. Ну, из клубники косточки там особо не достанешь. А вот что она может сделать? Вот эту красивую зелененькую зелень. Попку? Да, все правильно. Все правильно. Она вырезает попку. Не особо. Клубнику похоже больше на морковь. Подождите. Попка — это не то. Попка ведь у нее внизу. А это он зелень отрывает. Правильно? Я была права. Давай опять. Штучку зеленую. О, погоди. Нажимаешь на вот эту зеленую кнопку. Обратите внимание на эту вещь. А это лицо? Ну, да. Обратите внимание на эту штучку. Максим правильно сказал. Нажимаешь на зеленую кнопку, но вот в самом низу, как три щупальца, они так раскрываются, захватывают и отрывают. Ну, а я про это и говорил. Класс, друзья. Сезон клубники. Пользуйтесь. Поехали дальше. Давайте дальше. И все мы запоминаем, где самая вкусная клубника. Хотя, что запоминать, все вы помните. Едем дальше. Это кольцо. Это кольцо. Для сна. Что такое кольцо для сна? Ну, спишь, оно анализирует твой сон, потом передает. Нет, это не кольцо для сна. Передает данные. Нет, нет. Итак, это кольцо. Кольцо для настроения. Показывает твой сон. Интересный вариант. Давай вот будем честными. Вот, что тебе напоминает верхушка кольца? Даже вот не сама верхушка, а вот чуть-чуть бок. Чуть-чуть бок верхушка. Да, у верхушки вот... Даже я, приготовляя вот эти вопросы, не понимаю, что такое чуть-чуть верхушка-бок. Смотри, вот верх, да, мы видим, он плоский. Верх плоский. А вот торец у этого верха. На что похож? Кнопочки какие-то. Нет, это не торец. Не знаю, Максим, о чем ты говоришь. Ну смотри, а сбоку она похожа на крышку от бутылки. Так. Есть такое ощущение, что это кольцо-открывашка. Разочарую тебя. Нет. Очень сильно, очень сильно разочарую. Слушайте, мне нравится сегодня игра, потому что Максим все время думает, что он сейчас все скажет. Максим, да. Долго-долго. Я догадываюсь. Таким азар там вошел в эту игру. Я догадываюсь просто. Ну просто похоже на юбочку у пробки. А может это просто для того, чтобы носить удобно было вот эту бутылку? Нет, нет. А кольцо-то в итоге это на палец? Это на палец, конечно же, на палец. Там есть электроника. Электроника в кольце? Да, имеется. Есть электроника в кольце. Но он передает какие-то данные, правильно? Какие-то снимает у тебя данные. Это магнитный ключ для этого, для дверей. Кстати, было бы очень удобно, очень удобно, но это не он. Это же кольца рейнджеров там. Они у одного большого зверобота сейчас соберут. Ну просто, может быть, это просто такие кольца очень красивые, яркие, интересные. Нет, кольца действительно красивые, но они не открывают двери и не собирают никакого зверобота. Нет. Не динамик? Нет. Итак, она испускает какие-то волны? Волны? Ну смотря какие. Ну эти, как их, всякие разные. Ну эти всякие. Не морские. Давай, вы тоже. Ну эти всякие тоже испускает. Кольцо-диктофон? Нет. Нет, оно что-то открывает? Нет. Нет, оно что-то закрывает? Нет. Так, это ультразвуковое кольцо? Нет. И волны у нас еще есть. Какие волны еще есть? Это может быть для животных? Что-то для животных? Нет, это не что-то. Это вот для людей. Это прям вот на руку надевается. Это прям на палец надевается. Это прям на палец надевается. Это прям вот твердо на палец. На любой вообще. На любой палец вообще. Куда налезешь, на тот и палец. То есть можно пять колец надеть. Можно надеть пять и всемогущим станешь просто. Розовое для девочек, мы понимаем. Итак, оно испускает какие-то ультразвуковые волны? Нет. Ты уже спрашивал про это. Все, давай по одному, и мы будем... Давай подсказку какую-нибудь еще. По одному варианту, Максим. Я уже тебе подсказал. Электроника. Ну так чуть-чуть развивай. Просто кольцо часы. Просто кольцо часы? Кольцо часы тоже мимо. Кольцо микрофон? Нет. Давай ответ правильный. Ну что, это блютуз пульт. Благодаря этому кольцу можно управлять любой электроникой. Вот так. Я был почти близок. Ладно, Ефим, тебе бал. Да. Ну что, давайте к третьему перейдем. Здесь интересный экземпляр. Когда я его нашел, даже сам не сразу понял, не читая описание, что это такое. Ну так и мы не поймем. Это какой-то чехол, что ли? Я не понимаю просто, что это такое. Нет, это не чехол. Это зарядник для телефона? Нет, давайте сразу перейдем в стезю кухни. Стизя кухни. А там почему два цвета? Ну это для мальчиков и для девочек. Ну это понятно. Это ножи, мне кажется, точить, нет? Нет. Ультразвуковая чистка ножей. Дистанционная. Для мальчиков и для девочек. Так. Стезя кухни. Стезя кухни. Так. Туда. Что-то кладется? Туда что-то кладется. Туда что-то кладется? Да. Что же? Чайный пакетик и выжимается. Нет. Подожди, что на кухне для мальчиков и для девочек может быть разное? Все. Знаете, когда эта штука может очень хорошо понадобиться как мальчикам, так и девочкам? Когда у вас классные посиделки с друзьями. Вот так. Что мне надо, когда у меня посиделки с друзьями на кухне? Открывашка? Нет. Так. Что нам? Что-то положить. Но туда что-то кладется. Телефон туда кладется. Нет. Вы не представляете, насколько мне нравится, что сейчас Максим пытается отгадать судорожно, но у него не получается. Может быть, лед туда как-то лед туда, знаешь, когда ты... Ну, лед только твой. Какие, короче, это стаканы просто? Нет. Стаканы раскладные. Кухня. Туда что-то кладется. Туда что-то кладется, да. Ножи раскладные какие-то. Нет. Туда кладется что-то съедобное. Что-то съедобное, да. Обратите внимание на то, что с самого краюшку, да, вот где эти щипчики расходятся. Вот, поверь мне, нам очень плохо видно, поэтому... Хорошо, я вам скажу. С самого краюшка, где эти щипчики расходятся, есть небольшие такие выемки. Там есть щипчики. Ну, слушай, а не зря там лимон рядом лежит? Зря. Это для отвлечения вашего внимания. Щипчики. А, это что-то выдавливает что-то? Нет. Отверстие. Щипчики, отверстие. Салфетки туда кладут. Нет. А, нет, съедобное. Хотя можно салфетки есть. Что-то съедобное, да. Бутерброды. Нет. Колбаска. Что-то очень маленькое туда кладется, ребят. Маленькое. Чеслачок. Нет. Маслины. Нет. Ладно, все, давай, Максим, по-последнему и все. Давайте по-последнему. Как же вам так помочь, чтобы были у вас шансы? Это что-то чистит. Что-то чистит. Да. Ложки туда кладешь, и они чистятся. Съедобное, Ален. Съедобное, да. Съедобное, ложку. Это что-то чистит. Там есть выемка. И когда это вечеринка, это чистит семечки. Максим, ты прав. Что, семечки? Да. Это чистилка для семечек. Ничего себе. Вот в эту, как я вам сказал, выемочку кладется семечка, надавливается, и она сама очищается. Знаете, почему я долго угадывал? Потому что я самостоятельный. Молодец. Я люблю все делать своими зубами. Ну что ж, Ефим, классно. Сегодня была клевая подборка. Спасибо тебе. Какие аттракционы тебе нравятся? Возможно, какие бы ты хотел прокатиться? Знаете, аттракционы быстрые я не очень люблю. Я прям боюсь их с самых-самых малых лет. Но прокатиться я бы... Ну потому что это же так страшно. Были истории. Да, была одна история, когда... Ты вылетел? Нет, к счастью, нет. Родители заставили меня, сказали, ты что, не мальчик, что ли? Посадили в такую крутящуюся быстро штуку. И я заплакал, сказал, остановите. И ради меня одного останавливали целый аттракцион. И все ждали, пока я выйду в слезах с этого аттракциона. Поэтому я не очень люблю быстрые. Больше не ведись на это в разу, что не мальчик. Такое тоже бывает. Ну что ж, в парке развлечений, на аттракционах, конечно же, бывает много музыки, друзья. Прямо сейчас мы немножечко потанцуем, для того, чтобы Ефим мог забыть свою эту историю, написать нам какой-то положительный комментарий, как делают это наши зрители. Вы смотрите топ-новинок отечественной эстрады по версии шоу «Девятая студия». Начинаем. Пятое место. Открывает наш топ Тимур Родригес с клипом на композицию «Никому никогда». Этот трек для всех поклонников музыки, которую я люблю сам. Делится с нами испанки. Встаем с мест и вместе с Тимуром пускаемся в пляс под заводной бит. Никому никогда я тебя не отдам Просто так и знай, так и знай Никому никогда, даже после всех драм Я прошу тебя не отдавай Вау-вау-вай Четвертое место. Брэндон Стоун представляет поклонникам новый клип на песню «Правда без лица». Это одна из немногих песен, которая мне запала в сердце с первого момента, когда я увидел стихи Михаила Гуцелеева. Я считаю их гениальными и очень рад, что смог написать музыку на эти слова. А в клипе мы словно остановили время, перенеслись в военные годы и все получилось так реалистично. Признался Брэндон. Давайте по достоинству оценим этот трогательный клип. Налетели стаи сорок семь стрекоз, Кровью обливая крылышки берез. Шевелилась боль, Издавая стон, Русская раздоль Золотых богов Третье место. Юлия Савичева показала любовь и страсть в клипе «От его голоса». Честно, я сама от себя такого не ожидала, признается певица. Такую Савичеву вы точно еще не видели. Это потрясающе красивая работа. Уверена, она не только вас удивит, она позволит иначе взглянуть на чувства, делиться с поклонниками Юля. Давайте скорее смотреть. От его голоса У меня мурашки по телу И цветы лотоса Распустились там, где болела Черная полоса Стала ослепительно белой И таким голосом Ни о ком другом я не пела Второе место. Юрий Николаенко спешит представить новинку Клип на трек «Улыбашка» В ролике Юрий гуляет по улицам Москвы с гитарой Рядом появляются множество детей разного пола и возраста Эти видео предоставили для клипа поклонники артиста по его просьбе Что получилось, узнаете прямо сейчас Жил такой хороший мальчик Улыбашка, улыбашка Всем ходил, желал удачи Улыбашка, улыбашка А потом проснулся взрослым Так нелепо, так случайно И теперь одни вопрос Без ответа Стал печально Улыбашка На сегодня все Слушайте только любимую музыку Ай, понравилось, Максим Почему меня в клипы не берут, я так же умею делать Если вам нравится, как танцует Максим Пишите в группе Вконтакте Зовите меня в клипы Девятка ТВ, друзья, под постом с прямой трансляцией Во-первых, свои ответы на вопросы вечера А во-вторых, как вам танцы, Максима? Мы принимаем все ответы А за это дарим подарки Во-первых, сертификат на угадай мелодию Вот, есть замечательный квиз А также учим вас Не мы, но вот там вот, что сертификатик, куда мы вам дарим Там вас еще и на гитаре научат наиграть Да, все легко и просто Все мечты сбываются вместе с девятой студией Ну а прямо сейчас начинаем читать комментарии Поехали Итак, сегодня вопрос вечера Это на какой аттракцион вам хотелось бы прокатиться Какой вам нравится аттракцион Сегодня день карусельной лошадки Поехали Поехали Так и называются американские горки у нас Ну вот, у нас же они есть Конечно Вперед Едите в сторону Порошина, там где-то слева увидите И не только И еще вроде бы есть в парке В центре города, у цирка Вот так вот Данил Гуфман всю жизнь думал, что мечтает побывать на американских горках И вот недавно побывал на самых быстрых в мире Скорость 240 км в час Но так и не прокатился, потому что это действительно страшно Я бы тоже не стал Я на колесо-то обозрение буду заходить Ульяна Кибешева Я мечтаю побывать в Диснейленде И прокатиться там везде, где только можно Вот в Диснейленде, да, прикольно Ты знаешь, что в Диснейленде официально работают кошки Да, здорово Вот, как в Эрмитаже Класс И у них схожие функции Зарплаты Зарплаты не факт Константин Салтанов Говорят, что горки с отрицательным градусом уклона Очень захватывающее действие Но лучше, конечно, рогатка в пропасть Это уже для самых отчаянных Хочу набраться смелости и на то, и на другое Отрицательный уклон Отрицательный это пиу Посмотри, ноль это еще не отрицательно Минус один, вот это отрицательно, нет? Спроси у Константина, я не в курсе, что он имел в виду, но примерно поняла Это ты когда-то едешь, едешь и вот так вот вниз башкой потом поехал Может быть и так Таиса Торпуба Аттракционы это не про меня Страшно жуть, если честно, я еще пожить хочу А вот в комнату с зеркалами смеха Еще называется «Я бы сходила», но только которая большая и настоящая Где такая есть, кто знает? Ну слушай, это ведь тоже можно считать аттракционом Конечно, это аттракцион Я понял, какой аттракцион самый классный, который мне нравится Аттракцион невиданной щедрости Это всем нравится такой аттракцион Гения Джесс Хочу попрыгать на Тарзанке с высоты, например, моста Люблю аттракционы, где быстро, высоко, чтобы дух захватывало в общем Прыгала с Тарзанки? Ой, не-не-не, это не моя тема Мы вот, мы любим землю Инодрайм, на американские горки навевают страх Но в прошлом столица Казахстана, тогда Алмата, каталась на таких горках Стоит крик, впечатление, что тебя отрывает от сидения вперед Но даже не держалась, я даже не держалась Хотя не знаю, рискнула бы я повторить это сейчас Я просто представляю, мне страшно, я глаза закрыл Елена Владимировна, на американских горках И сразу такой вот смайлик страшный Ой, где патриотизм? Пишите, Емеля! Вот это все Это другое, ведь американские горки, они, это в России, но они так называются А Емель совсем другой, это не то, Максим Емеля, исконно русское название Никита Малых, на меня сильно произвели положительное впечатление от поездки на аттракцион Змей Горыны Чижар Птица В Сочи парке, когда у нас был выходной во время октябрьской программы, между прочим В 2022 году по физике Хочу вернуться туда еще раз, побывать на аттракционах вечный двигатель, квантовый скачок, который как раз недавно открылся Далее еще, Нина Дремина хотела бы попробовать в аэротрубе, наверное, страшно А еще у нас тут пишет Таиса Торопова, что мечтала бы научиться на гитаре Вот где аттракцион, так аттракцион Мы вас услышали А еще Евгения Джесс хочет попробовать гидрофлайт И еще, полет в аэротрубе попробовала Таиса Торопова В Скайпарке, но это не точно от Елизаветы Бушмелевой Страх высоты, это тот еще страх Для меня канатная дорога даже была аттракционом, что уж и говорить А Катюшка Кленова, собственно говоря, какой-нибудь аттракцион под водой, чтобы рыбы были в шоке Рыбов смотреть Рыбов посмотреть Красивые Плавают Ну что ж, друзья, это здорово, что вы сейчас нам начинаете писать аттракцион Значит, то, что вы приготовились, уже свои пальчики размяли для того, чтобы еще писать и вопросы для нашей гости Прямо сейчас будем говорить про уют Дамы и господа, встречайте сегодня в гостях у девятой студии Директор сети мебельных салонов Амира Хоум Любовь Ложкина И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашей гости А вот и она Любовь уже в нашей студии Здравствуйте, доброго вечера Здравствуйте Здравствуйте Как дела к настроению у вас? Очень хорошо А с чем связано хорошее настроение? Погода наладилась Ну это не может не работать, на самом деле Да, конечно Да, слушайте, здорово Ну и также мы сегодня будем говорить про классную тему, я так понимаю, что про то, как сделать наш дом более уютным, да, про то, какую мебель выбрать для себя, для наших любимых Все верно? Да, все верно Слушайте, здорово Расскажите сначала вообще, я так понимаю, что ваш бизнес это семейный? Да, это семейный бизнес Мой муж, он является директором фермы Я являюсь директорами салонов мебельных Ну и, в общем-то, много работает родственников, производства, это дело большое, не маленькое Конечно же, есть сотрудники, без них тоже никуда Так, в общем, да, семейный бизнес С чего все началось? С чего все началось? С семьи, с мамой Много лет назад у мамы было мебельное производство, сейчас она уже Отошла от дел? Конечно, мама мужа Мама мужа, вот, сейчас она уже отошла от дел, и мы с мужем полностью занимаемся От того производства осталась только идея, все уже новое абсолютно Помещения, станки, да, только направление в мебели Так, здорово, расскажите, пожалуйста, какие вообще сейчас направления актуальны? Что сейчас нужно производить, что просят кировчане? Какую мебель? Это такой, знаете, вопрос, на который знал бы прикуп, жил бы в Сочи, да? Можно ответить так Ну, во-первых, рынок, конечно, диктует, диктует нам каждый раз какие-то веяния, новые направления На данный момент кировчане, слава богу, благодаря интернету и насмотренности Мода, модные тенденции, какие-то бренды, они быстрее приходят в Киров И быстрее, получается, быстрее вводить что-то модное и актуальное Потому что на рынке мы уже больше 17 лет И раньше, вот я вот вспомню, как мы съездим на выставку, там лет 10 назад, больше там, давайте возьмем 14 лет назад Съездим на выставку, привезем какую-то импортную новинку, она не идет И мы года 2-3 ждем, когда же это начнут в Кирове покупать Сейчас все намного быстрее То есть вот только-только появилась в соцсетях Они уже знают Они уже знают, ее уже ждут, ее уже просят Здесь главное, чтобы мы могли реализовать мечты наших любимых клиентов Получается, интернет-двигатель вашего прогресса А интернет-двигатель вообще, мне кажется, сейчас прогресса, не только нашего Двигатель вашего бизнеса Двигатель, да, давайте, да, может быть, Максим А какие сейчас вот популярные цвета у мебели, да? Марсал или что там? Ну да, это все знают Смотрите, давайте будем вообще говорить о трендах Как в моде, в одежде, да, так же и в интерьере, и в мебели есть тренды и антитренды Мы понимаем, что тренды, они живут в мебели достаточно долго Но не будут люди каждый год мебель обновлять То есть человек приходит за кухней в среднем один раз в 10 лет То есть вот 10 лет мы кухню подставили, она служит, мы к ней уже привыкли Потом вроде бы смотрим, но как-то все уже не вписывается, не радует, да, как бы Хочется Я задумался, мне походу пора менять Хочется Мы вас будем ждать, Максим Хочется чего-то нового, интересного И, соответственно, есть также тренды и антитренды, что уже не модно Что уже не современно И это не только цвет, о чем вы сейчас меня спросили Это цвет, это форма, это какие-то габариты Но если говорить о цвете, то сейчас модно и актуально Помимо того цвета, красной цветовой гаммы, о которой мы уже говорили Это все оттенки специй То есть мы возьмем цвет куркумы Мы возьмем цвет какого-то перца, белого, красного, неважно То есть вот все оттенки специй сейчас очень модно и актуально Сейчас актуальные зеленые цвета, естественно, никуда они не ушли Экологичность, натуральность, она всегда была в моде Сейчас вообще цвета в интерьере им дают такие, знаете, красивые названия Солома, там, ну вот понимаете, там разряженный воздух Ну вот это то, что к синему сейчас относится То есть синий в моде не ярко-синий, а такой приглушенно-серый Такой натуральный, вот когда ты смотришь на юге чаще всего Вот на вот эту вот морскую гладь Вот этот цвет, вот его надо поймать То есть вообще в цвете же очень много оттенков Мы знаем, сколько оттенков в белом, в сером То есть, да, это если про цвет А так, пожалуйста, все, что хочется Я всегда говорю, что интерьеры, мода и тренды Это всегда мы делаем отсыл к аутентичности То есть, а что хочет сам человек Ну что навязывать желтый, если человек его терпеть не может Понимаете, мы же делаем для клиента Сейчас в моде аутентичность Мы всегда спрашиваем своего клиента, что он хочет Что его радует Мы все к спокойствию, то есть дома Должен быть тихой гаванью То есть человек должен прийти и успокоиться Соответственно, там должно быть все очень гармонично Это начиная от форм и заканчивая цветом Вот к этому мы сейчас и стремимся все И стараемся помочь своим клиентам Кстати, у вас собственное производство А это означает, какие преимущества это дает? Ну, смотрите, собственное производство Вообще, на протяжении 17-18 лет Сколько вообще существует мы, как производители мебели Мы продавали одно время То есть производство было всегда Оно было либо большое, либо потом мы его сокращали Становились дилерами известных крупных фабрик федеральных То есть вот Грет, это наш бренд Мы до сих пор являемся их представителями Клюква, детская мебель, это тоже наш бренд Мы тоже являемся их представителями И наше производство, оно всегда было Просто мы его сейчас больше продвигаем Потому что в первую очередь Собственное производство дает хорошую цену То есть мы производители Соответственно, мы можем дать цену От производителя Чего, в общем-то, сейчас многие и хотят и стремятся Я предлагаю прямо сейчас перенестись на ваше производство Потому что у нас есть сюжет Как вообще производится мебель Я думаю, что очень многим будет интересно Так сказать, святая святых А сразу после будем задавать ваши вопросы Потому что у нас сегодня есть классные подарки Как выбрать надежного производителя корпусной мебели Основные критерии отбора Качество выпускаемой мебели И своевременность выполнения заказа Чтобы соответствовать этим запросам Нужно хорошее оборудование Нам удалось побывать на современном Автоматизированном производстве корпусной мебели И узнать о всех этапах подробнее Весь процесс производства у нас начинается с конструкторов Конструктор очерчивает поступивший заказ в магазин И по сети передает на станки Точно так же конструктор передает часть подготовленных материалов В отдел фасадов Где происходит их отрисовка для передачи на станки После конструктора заказ поступает на пильный центр И здесь оператор уже приступает к пилению корпусов Оператор выбирает на экране нужного заказчика Нажимает кнопку и ждет готовые детали Уникальность этого станка заключается в том Что у него точность до сотых миллиметра Также оператор этого станка наносит наклейки на каждую деталь И в дальнейшем уже все остальные станки работают согласно этому QR-коду Следующим этапом является рассировка Данное действие мы производим на станке ЧПУ Которая обладает высокой точностью И позволяет делать это очень быстро Продемонстрируем работу? Давайте А что происходит здесь? На этом станке происходит заключительный этап Это облицовка кромкой ЛДСП И дальше идет упаковка Все, заказ готов А теперь мы поговорим о фасадах Фасады мы производим сами Для этого мы приобрели Нестинг Это станок ЧПУ Который позволяет нам сделать фасады любой формы, любой фрезеровки Именно полный производственный цикл от распила до фасадов Позволяет дать самое выгодное предложение по цене Сделать мебель более доступной, не уступая в качестве Что происходит за этим станком? Здесь оператор вводит данные И отправляет их на автоматический станок Где программа этого станка уже сама определяет Какая будет стоять фреза, какое сверло И она делает нужный рисунок На данном оборудовании мы производим шлифование фасадов Где шлифуется пласть После чего фасады поступают в малярный цех Где на них наносятся грунты, краски, лаки Важно отметить, что качество фасадов зависит от того В какой камере их окрашивают При покраске фасадов мы используем чистую комнату Где идет избыточное давление И водяной пол, и водяная завеса Использование профессиональной лакокрасочной камеры Помогает избежать дефектов, которые могут появиться Из-за попадания на изделия пыли и ссора Пройдя все этапы производства на современном оборудовании Качественная корпусная мебель отправляется радовать заказчика Цель бренда достигнута, клиент доволен Создавайте и вы интерьер мечты Выбирая надежного производителя корпусной мебели Только что с производства переносимся у нас в студию У нас как раз в гостях Любовь Лошкина И мы продолжаем сегодня говорить про уют, про мебель в доме И, конечно же, у нас есть классные подарки Да, мне уже уютно Кто-то получит вот такую вот классную подушку для детской А также сертификат, между прочим А там что? Расскажите, что это за сертификат такой волшебный? Сейчас мы сами знаем, что летний период – это время обновить детскую мебель Мы производим не только кухни Многие думают, что мы делаем только кухни Нет, мы делаем абсолютно любую корпусную мебель Соответственно, и детские в том числе Сейчас у нас действует подарок при покупке детской мебели Ростовой детский стульчик Это у которого уровни меняются? У которого уровни меняются, да Ребенок растет? Да, его потом можно использовать в качестве лестницы, чтобы что-то достать с верхней полки Потому что он не переворачивается Он стоит у нас в салоне, на нем можно посидеть Ребенок может полазить по нему, чтобы понять Многофункциональный стул Многофункциональный стул, да Вот такой подарок И еще есть один очень уникальный подарок, друзья Вот прям, знаете, для изысканных людей Покажите, пожалуйста Это просто впервые такое мы дарим у нас на девятой студии Мне кажется, что это классный подарок Итак, это мебельные ручки итальянского бренда Brass Очень красивая современная форма Современная форма То есть сейчас в моде, в мебели Вообще в мебели есть мода Мы все об этом знаем Есть там модные тренды И вот одним из трендов это идет геометрический такой полосатый рисунок И вот такая современная форма и цвет латунь Таких ручек две Для девушек, которые мечтают о бодуарном столике Может быть прикроватной тумбочке Либо шкаф какой-то поставить Пожалуйста, вот в студии Такой замечательный подарок Кстати, ручка у вас уже есть Все остальное за малым Теперь вопросы Итак, вот пишет Татьяна Анатольевна Хорошая мебель удовольствие не из дешевых Конечно, мы все хотим, чтобы наш выбор остался актуальным долго И не начал раздражать нас через пару лет Как решить эту проблему? Все-таки выбирать классику, может быть, тогда больше? Или вот что вы можете посоветовать? Кстати, хороший вопрос Потому что вот мы только что говорили Сколько в среднем живет тренд Ну, модность и актуальность В среднем 10 лет Есть короткие тренды Такие, знаете, вот Это как в одежде То есть сегодня там супер модно Какая-то длинная джинсовая юбка в пол Сколько она проживет? Ну, дай бог, год-два Потом она уже будет не модно, не актуальна Это в лучшем случае А может быть, даже есть короткие тренды Которые там еще короче живут Сезонные Сезонные Ну, даже не сезонные И в мебели тоже есть какие-то такие же короткие тренды Если вы хотите вложиться в хорошие натуральные материалы Дорогие То не нужно гнаться за этими короткими трендами Нужно смотреть более широко Вы приходите к нам, мы вам все расскажем И посоветуем, что сейчас и еще 10 лет будет модно, актуально А может быть и 20 Конечно, можно обратиться к бессмертной классике У нас часто очень заказывают мебель из массива Мы работаем до сих пор в цвете ореха, кстати То есть кабинет в орехе, пожалуйста Кухонный гарнитур в орехе, пожалуйста Сделаем без проблем Это, кстати, солидно выглядит Это солидно выглядит И это ставят на самом деле те, кто не хочет гнаться не за моду И вообще не хочет никаких изменений Вот они хотят стабильную, надежную классику Пожалуйста, хотите? Дадим Ну, это об актуальности и вообще о вложении Конечно, мебель это вложение Это не дешево сейчас Поэтому надо 10 раз подумать Да, надо 10 раз подумать Есть такие кухни, которые вообще живут годами Например, говорят, что белая кухня, например, сейчас не модно, не актуально Может быть, да Есть какие-то цвета актуальные, которые сейчас ворвались в дизайн Но я вообще считаю, что белый цвет – это такой, как чистый лист На котором мы можем какие-то аксессуары добавлять, менять цвет обоев Может быть, заменить со временем столешницу Кстати, очень многие к нам обращаются, наши клиенты, которые ставили кухню 10 лет назад Может быть, 12 лет назад Что-то чуть-чуть поменять Вот ручку поменяйте, не актуальную, но актуальную И заиграет снова ваша кухня Уберите неактуальную столешницу Замените на более актуальную Мы же приедем и заменим, кстати Можно перекрасить, поменять фасады Но это даже не всегда приходится делать Ваши установщики могут и столешницу поставить Конечно Собрать на месте? Конечно Мы оказываем, особенно своим постоянным клиентам, естественно У нас есть клиенты, которые купили по 6-7 кухонных гарнитур Это наши постоянные любимые клиенты Детям себе переезд на дачу Круто Давайте к следующим вопросам Давайте к следующим Итак, спрашивают А как создать уют холостяку, имея минимум? Артем Кудрявцев спрашивает Что порекомендуете? Здесь тоже, смотрите Вообще всегда всем клиентам задаем вопрос Вот мы, что называется, лезем под кожу Как часто готовите? Кухня, она для того, чтобы была? Или прям вот для ежедневного использования? У нас даже в салоне в весне стоит кухня Холостяка, я ее так и называю То есть она даже на кухню не похожа То ли кухня, то ли не кухня Мойка есть, вроде видим, кухня Маленькая варка, духовки нет Потому что кухня холостяка, да? И где-то там холодильник Может быть даже встроенный Либо, ну вот мужчины любят хорошие большие холодильники Это да Конечно Вот встройка для них, как показывает практика, не всегда устраивает Поэтому вот без холодильника холостяку, ну никак Придется на него потратиться Микроволновка тоже Здесь нужно смотреть действительно, что хочется Если не часто готовить, то и не надо какие-то неубиваемые материалы использовать в производстве Вот то, что неубиваемое, как раз дорого стоит А то, что нечасто используемое, оно прослужит свои годы и стоит намного дешевле Потому что холостяк это не навсегда Конечно, кстати Там появится жена Это ж надо все будет менять Поэтому, ну Хорошо, еще вот такой вопрос Вопрос очень интересный Ваш первый диван Помните ли вы его и какой он был? Таиса Торопова спрашивает Больше по корпусной мебели говорите Может быть вообще про мебель Моя первая кухня, которую я вообще спроектировала Да, давайте про это тогда О, божечки ты мой Вообще, на самом деле, я очень смелая всегда была Вот моя первая кухня была спроектирована, наверное, даже моей подруге Мы же начинаем как? Мы же начинаем со своих друзей и родственников Тренироваться Да, надо же на каком-то потренироваться Вот, первая кухня, она была зеленого цвета Как сейчас помню С такими вот гнутыми дверочками Помните, раньше было модно, актуально Вот, вот что-то такое Я помню, сразу поставила посудомоечную машину Еще даже толком производства Не все могли это делать на тот момент Но мне попался такой клиент Который вот прям все захотел сразу И гнутики, и посудомоечную машину Все включено, что было? Все включено И я смело проработала проект И, в общем, выдала свою кухню Дверцы с витражами, вот это все Клиент был доволен Клиент был доволен, да Хорошо, еще вот один надрябный вопрос Есть ли у вас какие-то варианты, когда квартиры, ну, очень маленькие? То есть можно ли что-то такое придумать? Так, маленькие квартиры есть Это либо студия, да, либо отдельно выделенная кухня Есть, конечно, во-первых, если вы к нам придете Либо обратитесь, мы вам подборку сделаем Чтобы посмотреть варианты, как оно может быть Во-вторых, тут нужно смотреть Это реально студия, либо это отдельно маленькая кухня И опять же, сколько членов семьи? То есть мы снова полезем вот под эту вот кожу Нюансов много, ребят Задавать много вопросов И наши девочки-специалисты Они обязательно все спроектируют с умом Вообще, я считаю, что студия, куда вы пришли И сказали, мне нужна кухня И вам сразу дали варианты Это не совсем правильно Вам должны задать очень много вопросов Потому что кухня проектируется для человека И мы должны знать этого человека Чтобы было вам максимально удобно Классный подход, я считаю Да, слушайте, друзья, ну сегодня очень интересная тема Прямо сейчас мы ненадолго, друзья, прервемся Поедем с вами выбирать шашлыки А сразу после вернемся и будем дарить подарки Друзья, привет! Мы сегодня на рынке решили выбрать мясо для шашлыка Шашлык из свинины, он представлен в двух вариантах В ведре и в вакуумном пакете Я все-таки советую в вакуумном пакете Почему? Потому что вакуум под действием давления Создает такой эффект, когда мясо немножко расширяется И маринад быстрее проникает в сам продукт Соответственно, он маринуется гораздо быстрее И, соответственно, он вкуснее Для маринада использован классический маринад Это уксус, это лук, это специи Обязательно при мариновании нужно добавлять масло При выборе готового шашлыка обращайте внимание на размер кусков Они должны быть примерно одинаковые Почему? Потому что когда вы выкладываете на решетку Либо насаживаете на шампур Мясо должно прожариваться одновременно Иначе у вас маленькие кусочки будут пересыхать А большие куски не будут доготавливаться По размеру кусочков Кусочки достаточно большие То есть, в принципе, это нормально Но это зависит, конечно, от мяса То есть, если мы говорим про свинину Если мы говорим про курицу, то такой размер куска Ну, он хорошо Если мы говорим про говядину То говядину, конечно, нужно резать чуть поменьше Потому что все-таки говядина, она дольше прожаривается Но, опять же, есть еще один большой плюс у говядины Ее можно готовить в средней прожарке На рынках и в магазинах можно найти замороженный ведрок шашлык Вот не советую вам его брать Не берите Потому что все равно при заморозке мяса происходит кристаллизация жидкости И внутри мяса, когда оно заморозилось Поры раскрылись Образовались кристаллы Образовались кристаллы воды Что касается выбора мяса Если вы будете готовить шашлык все-таки сами Если мы говорим про свинину То лучше всего брать свиную шею Либо свиной окорок Также можно использовать мякоть лопатки Если вы берете, все-таки решили взять корейку Эта история немножко суховата Для шашлыка она не подходит Всегда для шашлыка используется более жирная история Если мы говорим про говядину Аналогичная история Лучше всего брать шею Курица вообще в этом смысле она универсальна Можно готовить с костью Опять же, кость дает дополнительную сочность Можно готовить без кости Но лучше для шашлыка брать все-таки Так называемое красное мясо Это мякоть с окорочка Но можно использовать филе Тогда в маринаде должна присутствовать какая-то жирная история Например, сметана Либо всеми любимым майонез На чем лучше всего жарить шашлык Если мы говорим про крупные куски Конечно, лучше использовать шампун Потому что мясо прожаривается со всех сторон одинаково Если мы говорим про фалиостейки нарезанные Если все-таки нарезать толщиной медальоны какие-то Конечно, для этого лучше всего использовать решетку Угли не надо поливать водой Можно взять просто соль и присыпать их От этого угли тухнут Предварительно их нужно разбить на мелкие такие уголечки Тогда жар будет равномерным С умом подходите не только к выбору мяса и маринада А также к приготовлению Но и к технике безопасности Всем хорошего отдыха Пока Друзья, вопросов много Но еще один вопрос, который мы хотим задать Для вас Что для вас является источником вдохновения? Может быть, есть какие-то увлечения в ведении вашего бизнеса? Вдохновение Вообще, знаете, я очень часто думаю про увлечение Либо про хобби Меня часто об этом спрашивают Я для себя уже сделала вывод, что вообще у меня увлечение и хобби – это дизайн и моя работа Вот говорят, счастлив тот человек, у которого хобби стало основным видом деятельности Основным видом деятельности Вот у меня так То есть хобби для меня – это дизайн Я могу часами смотреть какие-то блоги Смотреть, читать статьи про дизайн Про современные ручки Про направление, про формы Это для меня вообще не устаю Ездить на выставки Я приехала в другой город Я зашла в музей, посмотрела историческую часть Без нее никуда Если мы не знаем истоки, мы не двинемся грамотно вперед То есть мы это все изучаем, смотрим Ну и, соответственно, модные тенденции мы тоже изучаем, смотрим Вообще, вдохновение может все что угодно Вот веточка, цветочек, ручку увидела итальянскую Боже мой, вдохновение Из-за этой ручки можно весь дизайн комнаты выстроить Только из-за одной ручки Поэтому вот прям, да, отличный вопрос Это как капля на воду капает и потом вот так вот раскрывает Может быть, картина какая-то Мы увидели картину вдохновения и уже делаем, творим дальше Ну, друзья, прямо сейчас еще одно творение уже от нас Это подарки для вас Да, и раз уж мы заговорили про ручку итальянскую Это, друзья, для Катюшки Кленовой Которая как раз вдохновила вопросом Собственно говоря, нашу гостью И, конечно же, мы готовы тоже вам ее подарить Может быть, все изменится у вас благодаря этому подарку в доме Да, будем ждать Так, далее, друзья, переходим к сертификатам Во-первых, сертификат на угадай мелодию, на игру Для Таис Торопа Вы сегодня тоже были Отличные вопросы Далее, друзья, играть на гитаре У нас отправляется Артем Кудрявцев Надеемся, что вы Активный сегодня был очень Поиграете на гитаре И потом на свою кухню холостяцкую Которую вы найдете как раз у нашей гости В ее бренде В ее, собственно говоря, на ее производстве Может быть, там Именно холостяцкую кухню Да, туда пригласите кого-то И кухня уже станет не холостяцкой Вот так, друзья, интересно, какой поворот А все благодаря одному сертификату Ну и также, друзья Строим семьи и самир холм Вот этот подарок, который мы отрываем От нашего сердца, от большого именно для вас Друзья, сертификатом Его у нас получает Татьяна Анатольевна Был тоже потрясающий вопрос Про то, как сделать так, чтобы кухня не бесила Не раздражала через какое-то время Мы сегодня тоже получили ответ Если что, пересмотрите В группе ВКонтакте будет сохранен этот эфир Ну и, конечно же, подписывайтесь на социальные сети Я думаю, что много вдохновения Много интересных вещей Можно как раз увидеть у вас в группе Да, у нас группа У нас телеграм-канал У нас ютуб-канал У нас есть все Можно посмотреть все наши работы Вот так вот Ну и теперь вы знаете, что там работают профессионалы Которые увлечены на 100% своим делом Поэтому приходите Консультируйтесь И, конечно же, знайте теперь, где заказать Ту самую классную корпусную мебель Ну что ж, спасибо вам большое Развитие вашего бизнеса Пусть как можно больше людей будут счастливы Вместе с вашей мебелью Спасибо большое Ну что ж, девятая студия заканчивается Но, друзья, мы увидимся с вами уже завтра Всем отличного вечера Улыбайтесь чаще Пока-пока Спасибо Спасибо